время скоту и знают они время сна и от всего этого не удивляется ли ум не изменяется ли сердце от тела если человек рассматривает действие бога во всем мире разве ты не мы не приходим в ужас восторг от того насколько мудро устроен там облака там или животные которые знают каждый каждого свое время размножения время сна каждый устроен совершенно уникальным удивительным образом райская птица совершенно немыслимое существо да абсолютно ярко расскажет некоторые рассказы никак его не ее не скрывает нигде наоборот всем показывает никаких она не имеет практических там выгода того что они хвост три раза больше чем туловища вот разноцветно расписано в разных сторон и теме меня на живет ничего а кто был на красном море когда-нибудь и видел рыб там который плавает может удивиться ну просто свитачи да расскажет и потому что бог веселись когда творит никаких других объяснений не могу повестать рыба такая которая расскажет на полосками полоска синие полоска оранжевая вокруг глаза так как реального глаза такой большой круг нарисован вот и розовая улыбочка с розовыми зубами ярко розовый свет зачем будет зачем практически нет таких кораллов которых можно спляться такой рыбе ну нет просто бог развлекался это просто очевидно свежая причем там ровно кого-то по линейке нарисованы аккуратненькие такие полосочки синие аккуратненько и желтенько и идеально круглый глазик такой нарисован очевидно бог просто показывал свое искусство ему нравилось разрисовывать это не наша биология которая говорит о мол для практических нужд там потребуют вот эти практических нужд не было много понравилось он сделал просто элементарно пока не практически нуждаются в слове зачем он практически это ну как вот нашелся сам вот однако же и славеи там есть дроздок вот да да сколько угодно или пример когда бог просто удивляет нас мы становимся в изумлении перед его славой это болезни не все и так если их ту разумеет как распостирают облака и кто может рассчитать равенство шатра его с линией бога а кто может рассчитать облака в по весь облака кто может рассчитать как как куда они направятся узнать что диспорт ведра ли центр нас врет порядочно да и замечали хотя космические съемки имеет вот а тем более как они подвешивают до сих пор не удалось создать для никакой математической картины как существует наша атмосфера а кто может рассчитать шатер бога то есть как устроен они у него небо небесный шатер как мы кто у нас знает как устроено космическое пространство нормально гипотеза гипотеза ничего не поверяю вот он простирает на ней на ней на свет и покрывает корни моря то есть бог покрывает корни морей закрывает их водами распустирает свет по ним по небесам и и она судит тем более он судит людям и дает пищу как того кто может на на руках он покрывается покрывает свет и заповедует одни уже завека я в нем встречающийся зависит о нем другу своему господьа наследство и они про я не правда так постраняет тому тому он расстояние надо над ним надо сотруд ils на надо небом распространяет свой свет и покрывает на море и оттуда он судит народы и дает пищу изобилия для своих друзей. Он скрывает с длани своих молнии и повелевает, и кого разить. Трески дает знать о ней, сколько также чувствует происходящее. Отсего трепещет сердце мое и подвиглость с места своего. То есть Бог управляет с небес всей вселенной и дает свет праведнику, и грешников он наказывает, да? Показывает молнии, кого ударять, кому нет. Лично сам. Послушай слуха, а слушайте, слушайте голос его, и гром исходящий из уст его, послушайте слух в гневе ярости Господа, и поучение из уст его выйдет. Над всем небом начальство его, и свет его на крыльях земли. Вслед его закричит голосом, возгремит голосом величия своего, и не изменит их, потому что услышит голос его. То есть Господь, он повелевает, чтобы все слушали его слух, потому что наступает время гнева ярости для грешников, для их покровителей из-под небесия, для демонов, и выйдет из уст его великий новый закон, который раньше неизвестен. То есть Бог вмешается и даст на земле новый закон, который не выводил из предыдущего. Вот Евангелие, оно не выводим из Ветхого Завета никак. Когда Бог дает некое откровение, его нельзя спрогнозировать. Вы можете, например, спрогнозировать то, что будет после конца мира? Это можно рассчитать научно? Вы можете рассчитать то, что будет после смерти, исходя из наших данных? Научный эксперимент. А по смерти? Нет, это невозможно. Божьи дела, они выводимы только из-за него самого. Он сам судит всем, и его повеления, они идут по всему миру. Он действует так, как ему угодно, и это непрогнозируемо совершенно. А если мне можно сказать, скажите, пожалуйста, значит, есть доли истины в том, что говорят, есть про другое плакование бытия, и там говорится, что когда Господь творил мир, то брохотал, ревел, промахал и так далее. В космосе. И проявляется в виде грома, да, на и в виде грешников? Нет, гром и буря, они окружают Бога, когда Он являлся в Ветхом Завете, для того, чтобы люди, они видели светлые, видели его гнев на грешников. Это было как раз для грубых людей такое внешнее богоявление. Когда Бог творил без людей, никакого там грома не было. Он безмолвно делал свои дела. Он вкладывал слова, произносил слова, да, то есть эти слова, они не слышны для уха были. Они видны для глазок. Он скажет слово, появляется, например, бегемот. А когда в начале дни явления бывают? Всякие бывают. Для грешников бывает такое, вот в конце времени Бог явится в громах, в свете огня, да, которая будет окружаться. Да, в последние дни. Но это не высшее явление. Высшее явление, которое было в вере Ильи Пророка даму, когда он втиху на ней зерка явился, да? Когда человек лично вступает вообще из Бога. Когда человек грубый, он слышит грох, да? Ну понятно почему. Если человек глухой, чтобы на него кричать, ему нужно так по уху настучать, да, чтобы слышно, чтобы там мегафоном уху закричать. А если человек нормально слышит, а с ним можно нормально разговаривать. Поэтому для грубых людей Бог грохочет, да? Вот. А для понимающих людей он говорит. Мы все просто с разницей вспомнить. И как раз об этом говорит, что он возгремит, он крепкий голос, он свое дивное откроет. И створит великое то, что мы не знаем. Он повелевает снегу, что он был на земле, и буря дождя, и буря дождей они проявят могущество его, потому что начнется великое наводнение. Он руки всякого человека знамя знаменает, чтобы познал всякий человек свою немощь. То есть человек вроде как хочет там, да, что-то построить. А Бог поставил знамение на его руке. Каким образом? Взял руки, его связал. Чем? Ну, наводнение началось. Что теперь сделать? Ничего не сделать. Сидится, смотрит, да, как там, округ там. Или снега, или наводнение. Человек ничего не властен сделать сам. Чтобы человек понимал свою немощь, не пытался, знаете, как некоторые там говорят, построить против Бога там какую-нибудь цивилизацию. Мы могущие, там, и горы переставляем, пока дождик не пошел. Вот на этом все горы переставления на этом заканчиваются. Знаете, в Москве пытались построить великий небоскреб, вроде, Бавилонской башни, да, на месте храма Христоса Спасителя, я Дом Совета. В Бухевле, там, сколько тонн, сотен тонн, там, цемента туда в Буховле. А он все уходит, 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 уходит. Храм стоял, да, а Дом Советов не смог. А Божьем мог взял, так сказать, ну и все. Один маленький плавунчик. Никак не бывало. Все эти глобальные планы, которые там были построены, все они провалились. Все засосывало, 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 засосывало. И все. И на этом вся эта идея закончилась. Например, как был, человек поставил Бога знамени на руки, чтобы он знал свою немощь. И храм восстановили. А храм восстановили, и ничего. Входят звери под кровь и умолкают на своих ложах. Из хранищих внутренних находят болезни и от внешних странно нападает холод. То есть, люди, когда люди беззаконны, на них нападают звери, и люди умолкают на своих ложах, изнутри их выходят болезни, снаружи нападают холод, а дыхание крепко делается лед и управляет водой, как хочет Бог. И избранный устраивает облако, и среди облака пробивается молния его. Так он переворачивает окрестности, как хочет, и в делах своих. Как лед дает он заповеди. Вот отличное положение есть у него на земле. То есть, он переделает землю, как хочет. Берет молнию, посылает куда хочет. Берет переворачивает землю, как хочет. Берет там, поднимает остров, бьет сваливает, поднимает горы и рушит ее, когда ему нужно. меняет направление, меняет направление, поднимает пустыни, или, наоборот, поднимает, делает пустыни плодородными, или оплодорные земли пустынями, как ему угодно. И человек понимает, что безрецом Бога он не властен совершенно идти, убивать с ним. И если в наказании, если на земле свои, если на милости, то найдешь его. То есть, все эти вещи, они делаются для вразумления, чтобы человек мог на земле найти Бога, чтобы найти милость от Бога. Все эти дела делаются для человека. Все эти катастрофы, все эти кардинальные изменения всей вселенной, они существуют именно для людей. Вот в этих маленьких букважах, как мы, Бог переменяет все, потому что Богу нужен не размер внешний, а ему нужно изменение сердца человеческого, изменение души человека. Он ради этого переделает весь мир, и все это происходит ради вразумления. Поэтому Елеупы говорит, внуши это себе, Иув, и встань, научаясь силе Господа. Знаем, что Господь положил дела свои, свет сотворив из тьмы. То есть, Господь начал свои дела, что Он из тьмы сотворил свет. Это знак первый день, да? Таким образом, из твоей тьмы тоже начнется свет засияет, когда Бог вмешается. Так что ты на это надейся. Будет ли тебя избавление? Вместо Владимирча друзей, которые, наоборот, его во тьму загоняли, Он говорит, из твоей тьмы, в которой ты находишься, ты выйдешь во свет, говорит, мы вилы. Давай я... Да. Бог вот может? Да. А вот если Бог все может, Он может, не допустить, то есть, а антиристы. А зачем? Нет, ну вот так. Ну, теоретически может, вообще может все. Почему Он не решил их свободной воли? Понятно, да? Вразумлять Он их вразумляет, а вот насильно заставить быть хорошим, Он не может. Сердца добрые. Что это значит? Да, всем. То есть, сердца добрые, сердца быть добрыми, сердца вложены добрыми. Человек может быть добрым или зым, как он хочет, понимаете? В какой ситуации Вы предлагаете, чтобы Вы предлагаете фактически Богу сделать из людей роботов? Да. Понимаете? Добрых роботов. Такая, Вы знаете, как Вы показывали недавно японского робота, он улыбается, у нее так. Здравствуйте. Вот это предлагает, мне это что нужно? Человечный. Более человечный, нет. На самом деле, Бог не хочет, чтобы у него были роботы, он хочет, у него были дети. А это возможно, только превословит, что они будут свободными. Он их наказывает, он их научает, он их вразумляет. Но они могут не научиться, не вразумиться, не наказаться. Понятно? Вот в этом причина за... Не совсем добрыми, с скажением родились те, конечно же, но, тем не менее, выход вазу есть, конечно же, да. Бог знает различия облаков и великое падение злых. Бог знает не только, то, что он повелитель не только природный процесс, но знает, что и будет великое падение злых. Он сделает великое падение злыха. Будет великое падение гордых, знаете, когда всякие, всякая гордыня людей и ангелов мятежных будет неизложена. Будет такой день. День суда. Когда все гордецы, величавые, могущественные и высокомерные будут брошены на гамбок. Твоя одежда тепла и почивает на земле от юга, то есть она как бы согрета южным ветром. Утвержден ты, твердая с ним, твердая воля побывается с ним с древности и крепко, как видение соединения сличия. То есть у тебя его воля твердая с древности и крепкая, как видение которое может быть сплавленное. То есть его воля твердая, как сплав жесткий. Поэтому научи меня, что скажем ему. И мы перестанем много говорить. Или неужели книга или книжник мне предстоит, чтобы я стоял, сотворил человеку молчать. То есть мы сейчас пристанем перед Богом говорить, или он уже предсказывает, что наступает время встретиться с Богом. Научи меня, что нам отвечать Богу. Потому что я знаю, что я разговариваю не человеком, который по книгам научился, который общался с Богом раньше. Что же ты ему ответишь, когда сейчас он придет? Он явится, и что мы ответим Богу всемогущему на его вопрос? Надо учиться молчание, чтобы учиться от него самого. Не всем видим свет. Он Бог светлый в древностях, и от него сияние на облаках. От севера идут золотозарные облака, и на них великой славы и честь и держителя. Мы не обретаем иного подобного по крепости ему, который судит правильно. Думаешь ли, что он не слышит тот, которого убоятся все люди? Убойся же его и премудрый сердце. Он говорит, я вижу, что северо золотозарные облака. Дело в том, что наступает некое новое явление. Пока он говорит с Ливовым, вы можете представить Дамаск, на будущий Дамаск, город, где он правит, в стране Уц. И севером двигаются золотые облака. в которых явится кто? Сейчас Бог явится. И он говорит, сейчас приближается Бог на облаках этих идущих севера. Что мы видим на них уже идущую силу и честь Содержителя. Мы должны понять, что мы никому не можем найти подобного по крепости ему, который судит правильно. Думаешь ли, что он не слышит? Конечно он слышит все идущие с облаками. Как он придет с облаками небесными в конце времен, так он идет сейчас на временный суд Силу, как Иллил вызывал. Голос Иллил услышан об этом Иллил Иллил ему говорит, твоя просьба уважена, идет к тебе судиться с тобой Бог на золотозарных облаках. Поэтому скажи-ка ты, может ли кто-то садиться с ним и в крепости и в правосудии. Подумай об этом. Поэтому пускай боятся его люди. Бойся же ты его. И пусть боятся его все те, кто премудрит сердце. Они должны бояться перед Богом. Потому что человек не боящийся Бога, не благовеющий перед его величеством, перед его крепостью, он действительно не будрый, он глупый. И он знает от Бога только его могущество. Но не знает дать его в ответ на его вопросы. Об этом мы говорим в следующем вопросе.